Так, ребят, всех приветствую всем, как говорится, ку. Что у нас новенького? Нашел я, как делать отмычки. Да, нашел все-таки, это, как говорится, инструмент. С вами у нас есть отмычки. Теперь мы сможем открывать, сколько у нас их штучек. Давайте смотреть, пять. Так, что еще нового? Перенес я наши грибы и зелень сюда. Поставил я койку. Койку поставил, где человек может лечиться. Но, что-то наш не хочет. Что-то наш Кент не хочет, да? Оливер, ты же не хочешь лечиться руку? Поехали. Давай, показать снаряжение. Да, показать снаряжение. Я дал ему калашников. Нашел калашников. Так что, Оливер теперь с калаш. Так что, давайте попробуем сейчас пойти и пролутать полностью. И пролутать полностью места, где у нас были закрытые двери. Так, сейчас, давайте, наверное, назначим рожелез. Давайте отправим сюда нашего Оливера. А сами выберем жилой квартал Припяти. Давайте сюда отправимся. Все, начать. Поехали. И надо будет поставить нам построить машину для изготовления вот этой вот даже не знаю, как она называется. Сейчас нас загрузит, покажем. Потому что каждый раз, когда мы телепортируемся, мы тратим заряд. А у нас его и так маловато. Так, ну все, все. Не подлагивай. Говорится, не подлагивай. Да. О, молодец. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Не знаю, почему меня так тупит. Наверное, из-за того, что у меня все на ультрах стоит. Так. Жилой квартал Припяти. Да. Давайте, давайте смотреть. Давайте, где наша мини-карта. Что у нас тут есть? Что у нас осталось? Бродяга. Ага, ага, ага. Все. Идемте, изведаем. Разведаем. Разнюхаем. И посмотрим, что было за закрытыми дверками. И да, нам нужно будет находить с вами чернобылит. Либо находить, либо выбивать с монстров. Но так как у нас с вами калаша пока без нету. Но он в наличии есть. Но патронов нету. А они уходят. Вот эти монстры, из которых я добыл три штуки. Где-то с двух рожков. Так что, просто пока мы сдвижемся, потихоньку, не спеша. Надо будет грибов побольше посадить. Так как они очень быстро тратятся. и что-то еще хотел, но это уже как говорится, по ходу дела. Так, побежали, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Пусто. Так, надеюсь, мы спокойно пройдем, и на нас никто не нападет. Так, сейчас, секундочку, 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 кое-что проверю. Нормально, пошли. Так, вроде даже что-то и есть. Так, забрать, ага, радиации много. Но, ничего не поделаешь. Здесь, так понимаю, можно будет и противогаз, и броню, и все остальное себя делать, но для начала самое главное я сделал отмышки, чтобы мы могли открывать закутые двери, чтобы мы могли и строить. Так, ну, дай сюда. Все, умничка. Давайте теперь смотреть, как мы можем, как мы можем подняться наверх. Так, забрать, 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 забрать. Я думаю, наверное, в этой серии мы полностью по всем локациям пройдемся. Не знаю, насколько оно затянется. Попытаемся пройтись полностью по всем локациям, по которым мы были и не могли открывать ни двери, ни запертые комнаты. так, привет, карандаш. Окей. В средней школе номер три. Это самая большая из пяти. Туда еще Надина дочка ходила. Я помню, у них была отличная программа. Искусство, языки, а главное... Наука? Конечно. Наверняка портреты Ломоносова или Ньютона там до сих пор висят. Как мило. Но это не все, чему их учили в школе, так ведь? Ты это о чем? О пропаганде и военной подготовке. Их с детства готовили к Третьей мировой. Что делать, если злые капиталисты сбросили атомную бомбу на твой город? Ползти в укрытие? Ну нет. Надевай противогаз, портянки, сапоги, бери винтовку и беги в атаку на врага. Убей, круши, раздави. Даже твоя смерть это не твое личное дело. Так что, если партия прикажет, восстань из мертвых и снова иди в окоп. А главное, держи рот на замке. Ты всю жизнь бережешь государственные тайны, а потом уносишь и в могилу. Время было другое. Шла холодная война, либо мы, либо они. Теперь все изменилось. Ты уверен? Конечно. Мир стал совсем другим. Посмотри вокруг. Как тебе новый мир? Нравится? Этих детей воспитали, чтобы сражаться с врагом. А как сражаться с тем, чего не видишь? Не слышишь, не можешь потрогать. Но при этом чувствуешь, как оно проникает в твое тело и разрушает изнутри. А ты, Игорь, с кем ты сражаешься? С каждым, кто попытается встать между нами, Таня. А что, если ты ошибаешься? Если враг, это ты. Что ты такое говоришь? Пора идти, Игорь. Тут мы закончили. А Танюха таки право. Как говорится, если ты смекаешь, о чем я. Сказала все так, как есть на самом деле. Ладно, идемте, идемте, идемте дальше. Что у нас тут по карте? Что у нас по карте? Что у нас осталось? Призраки прошлого. Кивишки. Так, давайте, наверное, пока уберем сканер и пройдемся. Единственное, я так и не понял, это, наверное, мы проходим какую-то сюжетку. Это ж не свободная игра, правильно? Не так, как в Сталкере. Куда хотим, туда идем. Это, как мы знаем, у нас это сюжет. И я не могу понять, почему наш... Так, мы пришли оттуда, куда к лице зашли. Почему наш кент не хочет лечить себе руку? Хотя я построил ему кровать, так сказать, медицинскую. Так, не. сюда мы не пройдем. Так, что-то у нас еще появилось, да? Так, а где выход? Подскажите, пожалуйста, где у нас туда выход? Все, 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 не фони, не фони. Ухожу. Ухожу, не фони. Так, что мы тут можем использовать? Ээээ... Использовать? Не. Во! Радиация минус. Давай используем. Аптечка плюс. хорошо отлично а будет дома еще на готовить таких так предлагаю пробежаться чтобы не нахватать радиации тут у нас что-то есть ценные полезные не нету ничего тихо если это какой-то монстр ту я сразу отсюда крица ухожу и уношу свои ноги так как с пистолетом и и вообще нереально завалить так от слова крица забей мы сюда сможем зайти да можем вот есть хорошо отмычку использовали что у нас тут находится контейнер с фильтрами для противогазов и что еще сегодня прямо светишься то не забыла тебе сказать папа приедет в гости через неделю прямо из мурманской я знаю что вы с ним не очень ладите но он мой отец и мы так редко с ним видимся так что пообещай мне хорошо себя вести ладно конечно ты же знаешь где всегда хорошо себя виду ну да мы взялась я хорошо идем да ребят особенно на стримах папа бутон так долго ли нам еще идти с вами или нет 60 метров отлично отлично самое интересное забыл как называется этот кваст чтобы второй раз на него не пошли на мини карте ничего не написано ладно ладно если вернемся сюда же то отправимся домой так дай посмотреть где то находится а это находится внутри давай заходим бонжир как ваша ничего ребят если кто кто-то тут а так а повернуть бассейн лазурный сколько хороших воспоминаний татьяна фоминична малиева самая молодая чемпионка города по плаванию в припяти иногда мне кажется что ты выбрала не тот путь могла бы стать профессиональной спортсменкой да брось 2 прозуменщикова из меня бы не вышло олимпийского золота я бы не взяла мне просто нравилось чувствовать эту свободу парить в воде как в невесомости это было мое убежище до плавания ты всегда хотела научить нашего договорить я не могу как думаешь ты был бы хорошим отцом игорь не знаю ты ты мне скажи что а ты уверен что я не просто голос у тебя в голове кое-что тебе придется понять самому тут я тебе не помогу ладно ладно да думаю я был бы хорошим отцом я бы все все сделал чтобы защитить нашего ребенка не дал бы ему или ей утонуть как ты не дал утонуть мне это не честно зачем зачем ты это делаешь я ничего не делаю любимый это ты с собой делаешь пойдем игорь у нас осталось еще одно место так идем у нас осталось того места и так понимание на этой карте да здесь может все заутали хорошо давайте отправляться домой и отправляться следующее место все полетели игорюк так бонжур маграда хорошо тут немного разведал впереди чисто но с заданием тебе придется справляться самому да без проблем так перейти к раздаче паеку давайте целый паек целый паек единственного нужно будет сделать это построить очиститель воздуха от радиации или как он правильно называется так мы не можем да мы не можем понял хорошо давайте наверно на склад сложим 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 а мы даже разделить не можем да понял хорошо так это давай сюда это сюда что мне нравится в этой игре то что нам не даже не надо даже в инвентаре хранить в нашем основном предметы для стройки так как так погоди у нас по моему еще что было лишнее тут да вот противогазы мы можем строить просто так так давайте смотреть можем ли мы это сделать нет нету не то не то не то генератор так обеззараживающийся душ и во обеззараживающийся душ мы можем сделать что у нас избыток мощности минус 48 у нас 420 есть хорошо давайте наверное его куда-то сюда поставим потом на крайняк можно будет разобрать на буковку т все отлично все отлично надеюсь теперь ты довольный надеюсь довольны ты теперь так спокоен нейтральные эффекты исключить из команды потренироваться а можем ли мы потренироваться так использовать очки ноги точность идеальная незаметность давайте наверно на на точность отлично давай тогда начнем иди за мной давай а да кстати я свой револьвер немножко улучшил немножко улучшил револьвер ладно основы мы разобрали теперь попробуем кое-что посложнее я научу тебя стрелять из-за укрытия не прилипай к укрытию держись от него на расстоянии вытянутой руки иначе она закроет от тебя твою цель и постарайся лишний раз не высовываться выбери цель и мягко нажми на спусковой крючок не торопись ну ладно готов да давай отлично продолжай тренировки и скоро станешь настоящей грозой зоны спасибо так идемте все пошли да прокачались привет Игорь да здорово рад что ты быстро освоил новые приемы я тоже рад главное не останавливаться на достигнутом почему ты не лечишь свою руку скажи пожалуйста вот же 6 кровать в чем проблемка так а как посмотреть как посмотреть не туда посмотреть что у нас с вами есть так качество воздуха плюс 16 ага безопасность 160 44 комфорт базы 44 но в принципе еще нормально так давайте наверное ложиться байники ложиться байники и пошлите на следующее задание так здесь у нас ничего не появилось нового музыкальная шкатулка окей так все давай спокойно наверно еще с самого главного кроме грибов нужно будет построить еще для патронов чтобы мы могли создавать с вами патроны для калаша с этим наверное мы чуть позже разберемся так давайте смотреть куда мы с вами идем поехали здорово не не ты наверное сегодня отдыхай а мы сами сходим сами сходим жилой квартал припяти мы там и были да по моему так центр припяти поехали в центр припяти сходим отмычки у нас с вами есть угу спокойно 66 процентов не пусть отдыхает да поехали мы сами я думаю справимся да надо будет домой вернуться и посмотреть посмотреть доступно ли нам штука для в эти какие для патронов для создания я все на калашников бы наверно наделал бы пару десятков штук на всякий пожарный ну все все не лагайра давай во отлично отлично тут мы с вами по моему не были тут мы с вами по моему не были давайте смотреть можем ли мы зайти сюда и что нам нужно тут по мини карте так это тут взрывчатка да взрывчатки у нас с вами пока нету призраки прошлого непонятно непонятно бродяга непонятно 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 хороша блин а взрывчатки у нас тоже нету с вами ну и не беда я думаю не беда так пошлите пошлите посмотрим что там за бродяга нас с вами ждет вот может правильно идем стой да правильно сюда а потом налево надеюсь тут никого нету челик еще обычные хроники еще нормально а вот монстры мне не нравится мы еще не подготовлены с вами да я еды забыл на готове да ага это успокоительное понял радиация и бинты мы с вами не сделали так что тут есть внутри электроника закрыта блин как же атмосферно тихо вот эти вот типы мне не нравятся погоди 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 вы надеюсь уже меня не видите на крайняк на крайняк идем отсюда потому что они реально жесткие так тихонечко тихонько пожалуйста или они заперты или они заперты и нам ничего не угрожает так оно привет ребят как оно нормально чем занимаетесь да 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 мы в безопасности значит можно не шкериться но эту пусю я все-таки буду держать в руках не хотелось бы откиснуть так а что тут есть что тут можно полутать ничего всякий хлам да больше ничего нету так а вот детский смех в играх мне вообще не нравится так прочесть действие чернобыль это люди могут общаться друг с другом поэтому они видят татьяну поэтому я вижу я угу окей так ладно ладно ребят я вас тут оставляю хотя погодите я буквально на второй этаж скажу посмотрю что тут есть это буквально на 2 секундочки ага мы с вами ящик пропустили хорошо идем так это на втором этаже это тут на первом так давайте заберем так бонжур ящик угу патроны для дробовика хорошо давайте идти смотреть на второй не знаю буду ли использовать дробовик наверное против этих монстров хорошо будет помогать дробовик а не калаш но для начала его нужно найти так как дополнительный револьвер я то находил я себе находил сначала поделился со своим кентом а потом дал ему второй калаш так закрыто тут открыто ага так погоди тоже вроде где то еще еще что то лежало вот оно уху 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 ты кто понял ты что из психушки сбежал тихо 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 нет изи дома но это сто лет назад было я брата ищу мне не нужны проблемы не так быстро что там насчет этих твоих припарков а так моя бабушка курит трубку трубку курит бабушка моя ну что давайте поможем человеку и что они с тобой прямо сейчас говорят да они говорят что ваши жизни висят на волоске ну да тут я согласен да что ты говоришь я смотрю ты нас разозлить решил что думаешь Федя сразу пристрелим или сначала наваляем не знаю даже убогих калечит когда сейчас ребят 2 секунды погодите курит трубку слушай сюда говнюк твоего брата вот так будет быть все все ребятки привет как оно я смотрю ты сам неплохо справился они мертвы да очень жаль вернется тебе это карма да что ты говоришь ладно в следующий раз дам тебя замучить и убить чтобы карму не портить ты не так понял я благодарен тебе за помощь земной путь этих двух солдат подошел к концу но я беспокоюсь за тебя ты хороший человек такое насилие не твое это я вижу что мудрец какой то мудрец нет я вор и медвежатник но что важнее я кажется точно знаю где мы можем найти Афанасия только тебе это не понравится дай угадаю в тюрьме нар с первой попытки угадал надо прикинуть как тут лучше действовать я попробую разобраться а ты держи меня в курсе вдруг что про Афанасия узнаешь конечно береги себя и больше не попадайся нарцин ладно спасибо как реца держи в курсе держу в курсе так давайте перезарядим возьмем дальше наш нет нету и проверим что тут осталось проверим что тут у нас осталось какой наглый тип да мы его помогли и спасли он говорит ну смотрите а карма вернется ну ладно так тихо тихо ребят все меня тут нету если что меня здесь нету не было никогда так давайте идемте смотреть что еще у нас тут лежит интересного и вкусного так бродяга неизвестно слесарь но это этот слесарь которому мы помогли правильно понимаю ну давайте вернемся слышь братиш так с тобой же взаимодействовать больше нельзя нет нельзя ладно идемте обратно идемте обратно я думаю можно в принципе включить фонарик думаю в принципе можно включить фонарик тут пока месть безопасно внутри так ага все теперь здесь можно его и выключить куда и нам дальше куда и нам дальше нам нужно на дорогу да сюда на дорогу выйти сможем спрыгнуть надеюсь не разобьемся так бродяга давай посмотрим посмотрим кто такой бродяга ага а мы не сможем перепрыгнуть давайте смотреть как мы сможем отсюда перепрыгнуть и убраться интересно интересно когда я буду нанимать себе еще дополнительных людей один то у нас есть с вами ой сори бро можем так хорошо где наша аптечка использовать все-все-все-все-все тихо-тихо так бродяга ты где покажись к чему такая спешка столько у нас на 6 часов времени полно ну скорее Игорь ну мы все пропустим что пропустим думаешь в ресторане икра кончится фой тип твои гадкие рыбьи яйца только и думая что про свой желудок мы пропустим закат глупенький ах закат ну да конечно что значит думаешь только про свой желудок пойдем Игорь ну пожалуйста давай его не упустим давай так здорово бродяя привет привет хочешь поторговать не могу не спросить мы же в самой жопе мира почему ты вообще этим здесь снимаешься здесь повсюду жопа мира друг мой иногда для того чтобы построить успешный бизнес приходится сворачивать проторенной дорожке это у меня лично Уоррен Баффет научил ты знаком с Уоррен Баффетом? ну нет я его на ютубе зато видел считай то же самое ну да считай то же самое так обменять пайки на снаряжение обменять снаряжение на пайки давай посмотрим по поводу пайков ладно Атлант расправивший плечи покажи что у тебя есть что ты нам можешь предложить керамическая пластина фильтры металлическая пластина мне спасибо думаю я пока наторговался спасибо поговорить давай я кое-кого ищу возможно тебе знакомо это имя Татьяна Татьяна Амалиева она работала на электростанции она пропала тридцать лет назад о прости 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 друг женщин я давненько не видел слишком занят занят чем созданием целого мира новых возможностей я как Гордон Геха только умнее и как Джек Ма только усерднее ты ахнуть не успеешь как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля удачи да 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 давай удачи с твоей империей Атлант спасибо но удачи мне ни к чему так хорошо с тобой мы поговорили давайте смотреть дальше нам нужно вот сюда да призраки прошлого так а по дороге по какой дороге мы сможем пройти вот по этой дороге мы сможем тихо сможем пройти призраком прошлого правильно я понимаю это ж она да и направо так и направо ага давай-ка сюда детектор свой во пошли так ребят всем привет как говорится кто тут есть по байке преступники монстры алё внимание кого я надеюсь так пять метров осталось хорошо пять метров осталось пошлите где она находится а а вот она так повернуть 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 открыть не можем не 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 можем гости на гостинице полисе была воплощением успехов коммунизма а стала останками ушедшей эпохи красиво сказано аппаратчики останавливались тут когда приезжали в припять с верхних этажей открывался отличный вид на электростанцию районы и леса вокруг не зря говорят у начальства всегда все хорошо но на этот раз все вышло по-другому это правда после аварии сюда заселяли ликвидаторов а корректировщики с крыши направляли вертолеты по их указаниям ми-6 сбрасывали песок и бурную кислоту в реактор это единственное что работало как думаешь партийные боссы приехали к аэс или слишком боялись радиации спрятались за дубовыми столами в своих московских кабинетах некоторые приезжали в припять говорят даже сам горбачев был он на этой крыше наверное размышлял над реформами которые пытался провести перестройка гласность первые попытки разрешить свободу слова и мнений ведь именно секретность цензура и плановая экономика привели к аварии но было уже слишком поздно даже правда к этому времени не могла нас спасти политика никогда не любила тех кто говорит правду так что я предпочитаю науку а что будет с нами Игорь мы переживем нашу правду когда ты ее найдешь я жду тебя на крыше гостиницы серьезно ты ждешь меня на крыше гостиницы окей ушки окей ушки как мне туда добраться так не погоди как мне забраться на крышу так давайте смотреть давайте смотреть давайте разбираться я очень надеюсь что тут никого нету так ребят вам детектор в принципе не мешает может вообще без него ходить нет как вам такое просто с детектором мне немножко проще иногда можно найти предметы которые спрятанные и случайно их пропустить но если напрягает можем и убрать так ага это не сюда хорошо 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 пошли и как мне к тебе пройти ага вот иди отлично отлично во сверху еще один калаш а я не знаю зачем мне столько калашей я так понимаю их можно будет разбирать правильно потому что это уже третий будет который я нашел и как мне к тебе погоди мы поднимаемся на крышу да я это понял поднимайся на крышу я хочу попробовать найти этот калаш как мне к нему забраться мало ли нам придется отсюда потом когти рвать не пропадать же добру правильно давайте искать лестницу на второй этаж так надеюсь это не крик чудовище а просто ветер так как мне к тебе забраться скажи пожалуйста ну не на лифту это явно тут все закрыто все заколочено а а вот оно что Михалыч так я таки извиняюсь но возьму ствол на всякий пожарный на всякий пожарный случай возьму ствол так погоди хорошо мы сюда добрались так а где наш калаш куда поедем свадебное путешествие Игорь путешествие ты ведь уже начал его планировать ну конечно я ну ну так куда я думал в Сочи в Ялту может в Гагру в Гагру в Монте Карло для аппаратчиков только через мой труп ладно ладно тогда в Сочи так где мой калаш в Сочи в Сочи Вэр из Маймани Любовски угу ничего интересного да? помнишь танцев энергетики как такое забудешь я там хуже всех танцевал я даже в молодости был то еще коряга да брось к тому же у тебя был отличный партнер я а диско шары здорово было свет, музыка, атмосфера дискотека еще как-то смешно называлась Эдисон Эдисон 2 точно но в энергетике были не только танцы были еще библиотека, бассейн, кинозал я тебя еще сводил на грузинский фильм про парня который собирал под деревням народные песни и музыку как же он назывался? путешествие молодого композитора просто шедевр отличная музыка, забавный сюжет все было здорово я знаю мы его в итоге раза три смотрели мы были так счастливы, Игорь даже если не все шло гладко я могла положиться на тебя и забыть про заботы когда мы приехали в Припять еще до аварии это было лучшее время в моей жизни Таня было столько солнца когда-нибудь еще будет так хорошо мы можем вернуться, Игорь это возможно? я тебе обещаю слышишь, любимая Таня пойдем, Игорь мы еще не закончили еще не все хорошо что ты от нас станешь как хочешь так угу призраки прошлого окей то есть мы возвращаемся сейчас назад с вами, да? ладно пошлите где наш калаш? ну Татьяна Татьяна, где наш калаш скажите пожалуйста а где вы его запрятали? и как к нему подобраться? ну тут дверки все закрыты вы сами видите тут все закрыто как добраться к калашу? I don't know блин ну вот он прямо надо мной так мы застряли ага хорошо давайте смотреть может мы с другой стороны сможем как-то как-то к тебе подобраться нельзя ли сюда как-то на второй этаж забраться но допустим в эту дверку и на второй этаж есть подъем это наверное чисто на этот мост да? нам надо а с моста потом уже да хорошо хорошо побежали сейчас посмотрим ну правда не хочется его оставлять мало ли можем сможем сможем его либо разобрать либо отдать нашему второму или третьему челику которого мы наймем тихо это кто? если это военный то ничего страшного а если это монстр то я предлагаю просто свалить отсюда и пока с ними не связываться так побежали нам сюда сюда и сюда хорошо погодим дайте посмотреть на мини-карту потом нам куда ага понял во 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 сюда на второй этаж можем подняться так ну но это не то это ж не то правильно? это ж не калаш а вот оно че Михалыч здорово ё-моё взять АК поднять а здесь что мы можем сделать с вами? ага отлично урон дальше что у нас мы можем механизм спуска ствол прицелы давайте смотреть по поводу прицелов так открытый ага прицел 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 а можно ли тут глушитель на него поставить? да качаем качаем раз давайте наверное наверное посмотрим что мы можем прокачать здесь угу размер магазина 2 дальше идет у нас блин нам бы все в урон бы нам бы все в урон бы а у нас нету травы травушке муравушки interestingly у нас с вами нету стабильность давайте наверно пока не трогать кто еще здесь так стабильность, дальность, дальность, стабильность, дальность, наверно на дальность да давайте на дальность и давайте смотреть нет стоит давайте смотреть ствол так 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 даже тепловизор у нас с вами есть а нужен ли он нам может нам и обычный коллиматор подойдет как думаете нужен ли нам с вами тепловизор недорогие ли это понты так электроника 2 электроника 4 ладно давайте посмотрим давайте посмотрим все выйти давай экипировка экипировать серьезно это вот оно так хорошо давай смотреть на высмотреть надо будет не забыть потом сделать себе отмычек еще но вроде бы прикольно вроде бы прикольно но по моему тепловизор не срабатывает у нас на этих монстрах по моему на этих монстров тепловизор не срабатывает там кто-то шкерился у нас так давайте вернемся и посмотрим сработает ли тепловизор на а а вон кто-то ходит да это обычный солдат отлично все шикарно даже не жалею что мы сделали но пока есть нам это не надо так верни к верни к верни к верни к мини к мини к мини пистолет наверно но и на на ствол вернемся и идем идемте дальше так это не то нам нужно вот сюда это куда это вот сюда да это вот сюда по прямой так сюда же мы пройдем я надеюсь сюда я надеюсь мы пройдем только нам вниз надо будет спуститься блин классная штука тепловизор так сказал вниз а сам поднимаясь наверх так вниз 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 сможем ли мы с удой пройти да сможем нам как раз сюда на дорогу и надо отлично тихо нет ой ссори ссори бро если у нас что-то полечиться аптечка 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 так патроны 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 для леварвира а где аптечка я шо аптечку забыл походу да по куда я выложил аптечку ну и ладно надеюсь на нас никто не нападет так сюда да сюда и да теперь мы врагов с вами оглушаем я потратил очки навыков и теперь мы с вами их оглушаем так что карма у нас будет с вами в порядке так правильно идем на правильно идем побежали побежали посмотрим что здесь нас ждет так идея там где-то 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 я слышу звуки а вот она городском парке были аттракционы на автодром карусели лодочки знаменитое колесо обозрения я знаю что это было в стволом жаль что мы на нем так и не прокатились взглянуть бы на город сверху хоть разочек пока наш мир не рух колесо ведь так и не открыли оно было обречено с самого начала глупая мечта очередной опиум для народа если цитировать классику профессор хименюк идет прямо к цели как лазерный луч не дай бог попытаться с ним повеселиться ты всегда была себе высокого мнения правда занимался только серьезными научными проблемами хотел раскрыть тайны вселенной измерить ткани реальности понять порядок вещей найти правду ты свысока смотрел на людишек живущих скучной серенькой жизни признайся ты ведь их презирал даже ненавидел всех кто был якобы глупее тебя нет нет что ты никогда так не думал просто люди такие неорганизованные ненадежные непредсказуемые а вот физика и математика да вся наука меня не подводили даже в самый трудный час можно положиться на их четкость стройность красоту какая роль в твоем мире отводилась мне я тебя отвлекала от твоих возвышенных целей разрушала твою порядочную жизнь что ты думал про нас перестань ты другая ты давала мне силы я тебя принял ради тебя и жил работал ты была и всегда будешь моей танцующей звездочкой и это правда пусть даже только моя правда так отлично мы здесь надеюсь закончили с вами нет нет не закончили призраки прошлого ладно идемте дальше смотреть но задание выполнено ура 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 мы с вами молодцы что что-то у нас ждет еще в принципе ничего я так понимаю здесь просто компоненты слесарь здесь непонятно да что у нас давайте наверное сейчас без записи туда сбегаю посмотрю если что-то будет важное для сюжета я подключу если нет уже встретимся на следующей локации и будем дальше выполнять задание все спасибо кто посмотрел всем пока пока и до потом